У меня есть полочка, где я сложила все продукты, которые мы не можем употреблять в Пейсах. И подписано там, что это хамец. Все знают, что туда нельзя будет заходить целую неделю. Мы не можем это хранить дома. Да, мы это спрятали, оно у нас лежит, но как бы мы его продали. Есть гугл-форма или есть в синагоге у секретаря. Ты заполняешь эту форму. То, что я продаю не хамец, не еврею. Я это действительно делаю каждый год. Мы как бы это продаем, но оно лежит здесь. И дальше мы готовимся обычно к Пейсаху на стол и мясо, и рыба. В принципе, как в будние дни. Мы не едим мучное, ни рис. Такое, в принципе, мы не употребляем в пищу, ни оливковое масло, ни обычный сахар. Мы убираем абсолютно все, потому что не должно остаться ни крошки хлеба, никакая рисинка нигде не западет. То есть, если есть ковры, убираются, моются ковры, диваны, не дай бог, есть и крошки. Слава богу, у меня уже ребенок взрослый, поэтому он нигде не раскидывает. Там, где семьи, где есть маленькие дети, это еще сложнее. Я ходила еще в еврейский садик. В школу я начала ходить с пяти лет. Ну и как пошел в еврейский садик, я так сразу и начала учить. В Йом-ТОФ – это первые два дня в Песаха нельзя пользоваться электроникой и нельзя готовить. И хамец нельзя, чтобы было дома. Это квасное и мучное. Я жду каждого праздника как своего дня рождения. Это не так, что целую неделю мы отдыхаем, нет. Ну, по эти два дня мы ничего не делаем, потом можно, и, естественно, в Шаббат, так как всегда, мы ничего не делаем. Готовим, едим, отдыхаем, гуляем. У нас есть специальный такой посуд, тарелка. Ну, она не всегда с рисунком, обычно это чуть-чуть другая киара-тарелочка. Это как воспоминания. Горькую зелень мы едим, как это было горько. Лук мы едим, как мы раньше плакали, как нам было тяжело. Сладко едим, как мы уже, слава богу, все у нас хорошо. Обязательно должна быть маца, обязательно должен быть сок, обязательно должны быть все ингредиенты. Когда мы это все сделали, мы выпили 4 бокала вина, потом это все убирается, и мы можем уже сесть за стол и продолжать нашу трапезу. Это маца ручной работы, и целый пейсах мы едим мацу сухую. Мы не можем ее ни в бульон, ни в воду, нельзя, чтобы она размакла. Мы не используем ту посуду, которую мы используем в течение года. Мы обязательно должны ее менять. Но так как мы находимся сейчас в такой сложной ситуации, и это невозможно, можно использовать пластиковую посуду. Вот, допустим, духовку. Мы ее будем использовать только на пейсах, и достается в следующем году на пейсах, потому что в течение года мы не можем ее использовать. В Чернивцах майже рік. Приехали мы 9 марта 2022 года, но потом мы уезжали в Румынию. Это наш первый пейсах в Чернивцах. Я працюю в Харьковской синагоге. Там у нас есть Реблеви, и он мне дал контакт Ребмендела. И вот, когда я ехала, я уже позвонила и сказала, что я еду. Здесь много харьковчан, из Крематорска есть люди, из Донецка, очень-очень много. Продолжение следует...